Чешский хрусталь, чешская стенка, чешское пиво, в конце концов. Но бизнес седан из Чехии до сих пор звучит как-то странно. Удалось ли марке народных автомобилей сделать премиум класс? Тестируем чешского флагмана Шкоду Суперб второго поколения. Доброе утро, Иван. Доброе утро, Андрей. В жилете безопаснее даже днем в городе. Я за. А вы крупный, важный и с шильзиком Шкоды. В этом фишка. Солидный, но доступный. Первая попытка чехов зайти в бизнес-класс оказалась провальной. Непропорциональный кузов на базе Volkswagen Passat напоминал располневшую таксу. Ярослав Левашов. Автокритик, эксперт по оценке автомобилей. Второе поколение построили на новой платформе, и Суперб стал более привлекательным. С ржавчиной производитель борется качественной оцинковкой, но с годами коррозия может проявиться на нижних кромках дверей, кромках арок и местах стыков с бамперами. Здесь это уже есть. Слабое место хром вокруг стекол. Мутнеет, а затем выцветает. Со временем дверные ручки повреждают краску, и маленький недостаток становится большой проблемой. Это биксеноновые фары с адаптивным освещением дороги. Мягкий пластик затирается и мутнеет, а цена на новую оптику не радует. Машина затонирована по стандарту графа Дракулы, то есть наглухо. Нарушение видно невооруженным глазом, а с прибором и подавно. Света осталось 4%. Да, с такой тренировкой ездить и опасно, и накладно. А я готов заплатить. На панели приборов все в правильных местах. Выверено до сантиметра. Даже скучно. Подлокотник меняет три положения. На Суперб ставили типичные моторы из набора этой платформы Volkswagen Audi Group. От минимального 1,4 TSI до топа, как на первых Туарегах, бензин 3,6. Здесь золотая середина. 1,8 Курбо, 152 лошадиных силы. Расход бензина? По городу 8, по трассе чуть больше 6. Свечи по регламенту меняют раз в 30 тысяч пробега. Экономные ездят дольше и платят больше. Один раз за новые свечи и второй за катушки зажигания. Из-за изношенных свечей они выходят из строя. Механическая коробка лидер по надежности. Правда, на дизелях после 150 тысяч выходит из строя двухмассовый маховик. Замена дорогая, особенно на оригинал. Здесь робот, печально известный ДСГ. Производитель рекомендует переключать рычаг в нейтраль при стоянке дольше 5 секунд. Но владельцы считают эту коробку обычным автоматом и все время держат на передаче. Отсюда возможен перегрев и выход из строя. Коробка передач работает задумчиво. Не сразу реагирует на педаль газа. Снизу все в трансмиссионном масле и следы свежего герметика. Похоже, в коробке недавно ковырялись. А вы знаете, что у вас проблема с коробкой? Не может быть. Я вот недавно ее делал. Отдал почти 90 тысяч. Управляется уверенно и предсказуемо. А вот лежачих полицейских проходит жестко. Кстати, а чья сборка? Калуга. Сустрельная подвеска для России. С пакетом для плохих дорог к дорожному просвету добавляется дополнительные 3 сантиметра. Расплата за это более жесткая подвеска. Парковаться можно свободно. Здесь увеличенный дорожный просвет. Но, видимо, хозяину и этого мало. Обзорность так себе. Спереди широкие стойки, а сзади широченные. Попробуем развернуться. Разворот за 9 движений. Как лимузин. На заднем диване не просто просторно. Здесь хватит места для торшера и пуфика. Торшер! Пуфик! Садись! Визитная карточка суперба кузов Твиндор. Двойная дверь. Она же и его больное место. Крышка багажника из двух половин. Хочешь, открываешь. Как седан. Или целиком. Как лифтбэк. Удобно это до тех пор, пока не переломится жгут проводки, скорее слева, и откажет замок. Ломается жгут и в водительской двери. Грозит отказом стеклоподъемников, замка и боковых подушек. Объем багажника с задними пассажирами пятьсот шестьдесят пять литров. Чешского. Безалкогольного. У нас поместилось все. Как говорят в Чехии, добрый куфор. Если непогода застала вас на улице, вы можете положить мокрый зонт в дверную нишу. И вода стечет наружу, как в Роллс-Ройсе. А что станет слякать с самой машиной? Поехали! Выходите аккуратно. Стекла грязные. Забросало всю машину. Безопасность на пять баллов. Супербы часто трудятся в корпоративном парке или такси. Тщательно проверяйте документы. Из срочного надо разобраться с трансмиссией. И тут результат непредсказуем. Вплоть до полной переборки коробки. Ну, конечно, к бизнес-классу она относится с натяжкой, но заднее сидение у вас очень просторное. И расход радует. Спасибо за проверку. Удачи!